МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будем делать с тобой сегодня йогуртовое мороженое, ну или, можно сказать, йогуртовое сорбе. Почему? Потому что мы не добавляем сюда никаких сливок, никаких яиц, как обычно, в мороженое. Но зато берем 180 мл воды. А глюкоза? Вообще глюкозу можно найти и в интернете, она продается, или, если есть возможность, в специальном таком отделе для кондитерских изделий. Потому что глюкоз довольно часто используется для приготовления глазури, для приготовления мороженого. Это вот такой, так скажем, жидкий сахар. Мне нужно 50 г глюкозы. Она довольно тяжелая. То есть это получится где-то полторы столовые ложки. Сейчас он так еще, видишь, как. Так. И 150 г сахара. Сахар лучше взять мелкий, вот так, чтобы он быстрее растворялся. Добавляю к воде и глюкозе. И что делаем? Варим сироп. В принципе, как и в приготовлении мороженого или сорбе, нам обязательно нужна вот такая густая, сладкая основа, которая, собственно говоря, сделает нам структуру правильную. Что еще получается? Когда мы добавляем глюкозу, то у мороженого или у сорбе получается вот эта тягучая текстура, понимаешь? То есть когда он замораживается, когда вся смесь-то замораживается в морозилке, потом там через 2-3 дня он не становится такими кусками, а остается, вы знаешь, как пломбир из детства. Да, да. Вот он такой прямо, да, густой, тягучий. Вот то же самое. И у нас с тобой сегодня получится, я очень надеюсь на это, с нашим сорбе из йогурта. Пока все растворяется и варится у нас здесь сироп, мы в этот сироп добавляем ваниль. Вот смотри, это такая вот ваниль сыпучая, которая очень удобна для приготовления таких десертов. Не из стручка, а именно это перемолотые стручки вместе с семенами. Получается, что она дешевле, чем просто стручок ванили, но ароматная такая же, яркий-яркий вкус. Пока у нас сироп уменьшается в объеме, для того, чтобы мороженое подать, с чем, какие идеи? Вообще любые ягоды, мне кажется, ну, кто как любит, знаешь, вот я не знаю, это бывало когда-нибудь в таких кафе, в Италии их очень много, такие, они так и называются, йогуртерия. Есть желтерии, а есть там, где делают йогурт. Вообще замороженный йогурт, мне кажется, это такая сейчас тема очень модная, его много любого. И, как правило, это очень нейтральный йогурт, а потом его добавляют, к нему добавляют. Кто-то любит фрукты, кто-то любит шоколад, кто-то любит ягоды, кто-то любит там какие-нибудь такие разноцветные, сыпучие прибамбасы. Вот в домашних условиях, мне кажется, это очень всегда вкусно с ягодами или с фруктами. Вот в данном случае абрикосы, конечно, еще июнь, и лучшие абрикосы будут в июле, в августе, в сентябре. Но мне уже удалось найти, как идея, вообще, что из этого можно сделать, уже найти такие приличные абрикосы, даже некоторые очень ароматные. Ну, уже из Узбекистана везут, конечно, там, где потеплее, чем у нас. Ну, ты еще их, я вижу, будешь запекать, да? Обязательно их, да, я их выкладываю на противень, вот пополам разбираю, срезом вверх. Сейчас, 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 я слышу, там у меня уже, меня зовет сироп мой. Отвлекаемся ненадолго от наших фруктов. Вот, посмотри, он на треть уварился. Я его выключаю, он очень горячий. Это у меня греческий, так называемый, йогурт. И добавляю сюда его. Видишь, какой он густой? Да. Это важно, чтобы йогурт был очень густой, тогда он будет вкусный. Аккуратно перемешиваю, да, однородной массы. Чтобы это получилось быстрее и проще, лучше взять такую глубокую миску, чтобы можно было мешать бесстрашно, не боясь, что все это разлетится по всей кухне. Комочков не должно быть. Теперь, для того, чтобы, так как йогурт был у нас холодный, да, он довольно быстро снизил температуру нашего сиропа, я его выливаю вот так вот в форму и отправляю в морозилку. Если у тебя есть машинка для мороженого, тут сначала ты даешь этой массе остыть, а потом отправляешь в машинку для мороженого, согласно инструкциям производителя, или в морозилке, как если бы мы с тобой замораживали и сорбе, и мороженое. Каждые полчаса немножечко венчиком подбить, тогда будет хорошая структура. А дальше все совсем просто. Берем сливочное масло, желательно, чтобы оно было мягкое, и прям вот так вот на каждую половинку вот такую крохотную частичку масла совсем немножко для корочки. Всего, наверное, грамм 30-40, даже меньше, наверное, масла нужно на вся вот эти, на весь этот противень с абрикосами. Теперь немножко жидкого меда. Тоже не слишком много, это именно потому, что это июньские абрикосы, им мед не помешает. А если бы абрикосы у меня были в сезоне, то можно было бы обойтись и без меда. Немножко ванили. На самом деле это выглядит как отдельный десерт. Ну, так безусловно. Нет, такие абрикосы можно подавать потом просто, например, с песочным печеньем и со взбитыми сливками. Вот тебе уже, пожалуйста, сам по себе десерт. Но согласись, для любого мороженого, для любого сорбе это, конечно, такая праздничная добавка. Это очень здорово. Даже если ты не любишь йогуртовое мороженое, такие есть люди, которые не любят йогуртовое. Потому что в йогурте, безусловно, есть такая своя кислинка красивая, которая, ну, очень специфическая. И не всем это нравится. А если тебе этого не хочется, то можно это просто подать со сливочным мороженым, например, с ванильным. Вот. Это веточки тимьяна для того, чтобы у нас с тобой совсем был хитрый-хитрый интересный аромат. Ни в коем случае не снимай листочки. Те, которые листочки останутся на веточке, мы их лучше потом просто уберем. И чуть-чуть для именно карамельной корочки прям капельку сахара. Прям, я не знаю, даже меньше, чем чайная ложка на все. Вот это температура в духовке 180 градусов. И минут на 15-20 забываем про наши абрикосы. Про абрикосы забываем, но помним, что нам нужно приготовить еще два блюда. Начнем с ризотто. Ну, как обычно, для ризотто нам нужно разогреть сковороду или лучше сотейник вот такой тяжелый. Вообще, чем тяжелее дно у емкости посудины, в которой ты будешь готовить ризотто, тем лучше. Столовая ложка сливочного масла. Столько же оливкового масла. И пока масло разогревается, мы с тобой быстренько начинаем измельчать лук. Ну, как ты помнишь, для ризотто особенным образом мы измельчаем лук очень мелко. Стараемся это сделать так, чтобы каждый кусочек лука соответствовал размеру рисинки. Так. Это у нас ризотто из каких краев Италии? Вообще, ризотто, история такая, она с севера на юг, в Италии везде ее много. То есть в Италии ризотто готовят очень часто. Я бы сказала, может быть, это не самое типичное римское блюдо, потому что в Риме все-таки больше любят пасту. Но зато на севере Италия без риса жить вообще не могут. А еще, ты знаешь, что интересно? В Сицилии очень вкусно готовят ризотто. Поэтому, ну, у нас вот это вот, как, конечно, это, я бы сказала, скорее рецепт из Тренто-Альто-Адиджи. То есть это как раз такая самая северо-восточная Италия, граничащая с Австрией, где очень высокие горы, прекрасное сало там делают, сумасшедшее, видишь, какое такое с прослойкой. Это на самом деле белорусское сало. Тоже идеально подходит в замену итальянскому, ничуть не уступает. Чуть-чуть, чуть-чуть остренько, я благодаря перчику пахнет травками, чесночком. Вот то, что нам с тобой нужно. Золотистые кусочки сразу снимаем. И это, наверное, единственные, во всяком случае, вот в моей, не такой уж, конечно, и богатой, но тем не менее, довольно насыщенной кулинарной жизни, вариант ризотто, когда допускается вот эта золотинка в самом рисе. Потому что я всегда тебе говорю, что никогда ничего не должно быть слишком зажарено, пригорать, да, то есть ризотто должно быть абсолютно белоснежным. Уж если, ну, мы его делаем, например, там, без добавления свеклы, красного вина или еще чего-нибудь такого. В данном случае вот это сало дало такую красивую золотую корочку, и это допускается. Что не допускается, так это неправильный рис при приготовлении ризотто. Поэтому мы с тобой используем только самый правильный рис. Это рис националь, гигант, который идеально подходит и для приготовления ризотто, и для приготовления паэльи, если ты любишь испанскую кухню, например. Почему? Потому что у него единственный рис, который мне известен, у наших, вообще, всех производителей, очень такая правильная, получается, бархатистая, шелковистая, потом структура, как только она и соответствует правильному ризотто. Поэтому, видишь, какая каждая рисинка к рисинке. Они такие крупные, красивые, на жемчуг похожи, правда, и отливают также жемчужно. Вот как только, видишь, как этот рис с удовольствием, это тоже показатель того, правильный, подходит тебе рис для ризотто или нет. Рис должен с удовольствием впитывать все масло, которое у тебя находится на сковороде. И вот теперь, так называемая тестатура. Здесь мы с тобой должны остановиться ненадолго, отодвинуть этот рис в сторону, потому что, если бы мы сейчас сюда добавили тот лук, который мы с тобой покрошили, он бы стал моментально золотистым. А вот золотистый лук нам не подходит ни в коем случае для нашего ризотто. Поэтому мы берем чистую сковороду, добавляем масло. Но, по большому счету, должна знать, любой рецепт ризотто вот на этом этапе, когда рис впитывает масло, в котором мы жарили лук и чеснок, или в данном случае ничего. На этом этапе ты можешь всегда сделать паузу и уже доводить ризотто, да хоть через 4 часа, когда к тебе гости придут. Так. Сковорода не должна быть слишком горячая, когда мы добавляем лук. Чтобы он не горел. На небольшом, не сильном огне, но все-таки, чтобы лук жарился, для этого нужно минуток 5, чтобы он стал очень нежным и прозрачным. Мы с тобой пока ненадолго его оставим. Возьмем зубчик чеснока, измельчим его. Просто нарезаю такими же небольшими кусочками, какими мы с тобой искрошили лук. Так. Добавляю к луку. И вот как только, видишь, лук стал абсолютно прозрачным, золотистым, мы его добавляем к рису. Вмешиваю лук в рис. Ах, ты чувствуешь, как аромат сразу поменялся. Ну и все, как только хорошо соединились у нас лук и рис, начинаем потихоньку добавлять бульон. бульон. Это куриный бульон. Очень насыщенный, густой. Один из тех немногих рецептов, когда в ризотто не добавляется белое вино, потому что вкусов и так уже так много. И, конечно, белое вино скорее потеряется за вкусом этого копченого, яркого сала, жареного лука и такого насыщенного бульона. Бульон, кстати, можно использовать и мясной, не обязательно только куриный. Так, пока у нас ризотто готовится, еще минут 10, я думаю, оно будет у нас совершенно готово. Давай мы сейчас сразу сделаем всю подготовительную работу. А это значит натрем сыр. Без сыра никакого ризотто я себе представить не могу. В данном случае пармезан. Но, знаешь, для приготовления ризотто может идти и какой-нибудь сыр, например, иногда его используют козий, овечий. Ну, в зависимости от того, что за рецепт если, например, взять ризотто и готовить с зеленым горошком молодым, сейчас же тоже сезон, то как раз с козьим сыром это волшебно. Или если готовить его с морепродуктами, то вообще сыр не добавляется. Поэтому ты возьми тот сыр, который тебе нравится, а здесь на самом деле когда такое яркое сало, главное мне кажется, чтобы сыр был немножко сладковатый. И вот 2-3 столовые ложки натертого сыра все, что нам с тобой нужно. Теперь зелень. Самая нейтральная, но на самом деле нейтральная не значит неинтересная или пустая. А самая, мне кажется, подходящая зелень для ризотто практически любого рецепта ризотто это именно петрушка. поэтому вот мы так сейчас с тобой измельчим горсточку петрушки очень-очень мелко. Видишь, мелко-мелко. Ой, она прекрасно пахнет. Все-таки даже петрушка никогда зимой не пахнет так, как летом. Так, о, пора-пора. Есть. Видишь, как этот рис, вот прямо видно, да, какая шелковистая получается у нас вся текстура и как он здорово увеличивается в объеме. Так, с ризотто мы, в принципе, почти разобрались. Единственное, что я хочу тебе показать такую хитрую штучку. Смотри, это у меня перепелиные яйца. мы их с тобой разбиваем вот так вот в мисочку. Главное, чтобы желток не потек. Так, теперь берем, можно, конечно, изрубить это сало мелко-мелко ножом, но быстрее и эффективнее будет, если мы его взобьем, получится такая крошка. Знаешь, вот как раз в Риме, откуда я недавно приехала, с такой крошкой или с крошкой, которая добавляется, они очень любят панчетту, там, недаром карбонара, это именно спагетти, которые готовятся с панчеттой или с гуанчеттой, то есть именно с салом. Иногда добавляют целыми кусками, а иногда прямо крошат, измельчают, чтобы получилось как будто панировочный сухарь. А еще я очень люблю, тоже в Риме я ела такую пасту со спаржей, с зеленым горошком и присыпано хлебом. Мы тоже с тобой делали такое. Вместо сыра сухарики измельченные. Вот, посмотри, чудесная крошка, правда, получилась? Ну вот теперь мы можем с тобой сказать, что вся подготовительная работа для ризотто у нас сделана. Осталось только дождаться, проверяя все время, ох, как это прекрасно, чтобы ничего не прилипало. Так, а вот теперь сыр. измельченное сало. Так, все это мы вмешиваем на очень-очень маленьком огне. Добавляем сюда, так по одному стараясь распределять. Вот так вот перепелины яйца. присыпаем половиной петрушки и накрываем крышкой буквально на несколько секунд. Вообще, ризотто никогда крышкой, я даже его выключаю, чтобы оно не стало гуще. Ризотто крышкой не накрывается, потому что лишняя влага должна уходить, чтобы была правильная консистенция, чтобы оно было вот такое, не стояло, как каша, да, колом таким, но и в то же время не было супом с рисом, не расползалось, поэтому крышка недопустима. Но в данном случае на несколько секунд для того, чтобы яйцо чуть-чуть схватилось, мы этого избежать не можем ни в коем случае. Открываем. И вот, посмотри, видишь, как прекрасно схватился у нас белочек. Присыпаю оставшимся сыром и еще петрушечки. О! Ну все, красота. Ризотто можно подавать. Нам осталось приготовить с тобой салат. Прежде чем начнем готовить салат, посмотри, какие у нас здесь. Вот они. Ох, красивые какие. Ну кто мне скажет, что абрикосы не стали лучше от вот этого ароматного, ты понимаешь, какой это соус. Сейчас еще вот-вот и сарбе застынет. Сарбе и мороженое, в общем, йогуртовое наше счастье. А мы пока с тобой очень быстро готовим салат. Быстро не значит невкусно. Смотри, для того, чтобы приготовить заправку, мне нужно взять апельсин. Кстати, ты моешь апельсины и вообще любые цитрусовые и даже яблоки специальным моющим средством, когда покупаешь на рынке. Я тебе скажу, мое моющее средство Синергетик справляется не только со всякими загрязнениями на посуде, да, очень легко удаляет жир, грязь, даже в холодной воде. Но самое главное, оно состоит из стопроцентных натуральных ингредиентов, поэтому идеально подходит и для мытья овощей и фруктов, даже для мытья игрушек. И бывает такой нежный аромат лимона, если ты любишь цитрусовые, или цветочный нежный аромат, но самое главное, потом этот аромат очень легко уходит и не остается ни на посуде, ни на овощах, ни на фруктах. Поэтому я мою все, и кабачки, и баклажаны. И даже вот помидоры сейчас стало мыть, потому что понимаю, что в Подмосковье хорошие помидоры доезжают издалека, поэтому кто их там знает, чем их обрабатывают. Лучше подстраховаться. Я в данном случае, вот сегодня я взяла, посмотри, здесь у меня корн, он очень нежный и мягкий, видишь? И как раз и шпинат вместе с ним. Шпинат молодой, конечно, такой бэйби шпинат. Кроме шпината, сюда же я добавлю обязательно, смотри, это у меня красная капуста. Вот ее мы с тобой порежем тоненько-тоненько. Ну не говоря уже о том, что трава, это просто очень полезно. Это и клетчатка, и витамины всем. Смотри, вот уже мне кажется, очень красиво, правда? Это зелень с этими двумя видами такого лилового, фиолетового. Так. И темнее еще мы сделаем ежевик. Вот такие ягоды. Ежевика здесь, посмотри, она и по цвету идеальна. Правда, здорово? Сочетается прям, да. Понимаешь, вот казалось бы, салат. Ну простая такая история. Вот из простой истории можно сделать праздник. Так. Ежевика. И теперь заправка. Вообще заправка, вот кроме цедры, обязательно в хорошей заправке присутствует горчица. И, как правило, эта горчица не должна быть слишком острой. Поэтому идеально подходит горчица Махеев. Она с зернышками, у нее идеальная консистенция. Посмотри, какая чудесная. Такая чайная ложка с горкой нам понадобится. И она очень нежная, деликатная. Вообще, у меня в холодильнике всегда есть банка такой горчицы. Как, впрочем, и банка острой горчицы, которая идеально подходит к салу или к мясу, какой-нибудь буженини домашней. И теперь, конечно же, немножко кислой среды. То есть, это может быть уксус. Вот я беру уксус из сидра, две столовые ложки, и добавлю немножко, так как у меня есть цедра, то я добавлю немножечко апельсинового сока, поддержать нотки вот эти апельсиновые. Где-то столовая ложка, много не нужно. Обязательно соль. И именно соль в заправку, чтобы заправка была уже правильного такого вкуса. Свежий молотый перец. Ну, по вкусу, естественно. И немножко, это у меня тмин. Немножко семян тмина, буквально четверть чайной ложки. Если хочешь, их можно подогреть на сковородке, тогда они будут немножко более яркими. Ну, мне вот и так нравится, когда немножко деликатней аромат тмина. Ну, и теперь, конечно, без оливкового масла хорошего, экстра-верджин олив-ойл борхес. Никакая заправка работать не будет, потому что это масло, посмотри, вот оно превращает все ингредиенты, оно соединяет, оно дает вот настоящую основу. Ну, и про пользу, мне кажется, мне тебе даже и рассказывать не надо, сколько тут всего. Недаром итальянцы, они вообще без оливкового масла ничего не едят. Я, я, кстати, этот салат тоже подсмотрела в одном римском ресторане, оказался очень милый официант, мне даже не пришлось бежать на кухню умолять повара, как это сделать, он мне сказал, да сейчас я тебе все расскажу, как это вот, вот и все. Так что, мне кажется, это открытие, даже хорошо, что не было пунторели, это открытие того стоило. Так, ну вот, салат мы заправили, и для того, чтобы орешки были хрустящими, это тоже тот секрет, которым со мной поделился официант, мы их добавляем уже после того, как травку и все остальное заправлено, то есть они остаются немножко вот так вот сверху, и такой салат не нужно перемешивать. Салат готов, ризотто тоже, осталось вынуть йогуртовое мороженое. Посмотри, какая красота. Настоящий замороженный йогурт, видишь? Он не должен быть слишком плотным, то, о чем мы с тобой говорили. Такая кремовая консистенция, абсолютно бархат. Прекрасно. И сверху наши волшебные априкосы. Только посмотри на их. И для полного счастья, я бы сказала, не побоюсь этого слова, веточка тимьяна. Вот ты понимаешь, я правда не люблю, когда без конца все украшают мятой, потому что даже веточка тимьяна или веточка базилика, иногда розмарина. Но в десерте, посмотри, как это красиво, нежно и так же ароматно, как и мята. Ну вот, хорошее воскресенье получилось, по-итальянски, правда? Сейчас мы говорим о предпочтениях, не то, что о каких-то случаях, ну, поставим шок. Дальше, партия. На самом деле, все же так и было, и никакой народ не обманывая. Пасту с вам бить, вы столько еще. Хочешь? Субтитры подогнал «Симон»